Здравствуйте, дети мои любимые! Сегодня мне хочется поговорить с вами о ваших близких, поскольку я знаю, что для многих из вас это самая больная тема. Вам уже давалось много посланий о том, что у каждого свой путь и что вы не можете отвечать за других людей. Но сегодня мы остановимся на другом аспекте этого вопроса и попробуем разобраться в том, почему в одной семье рождаются столь разные души и почему жизнь сводит столь разных людей. Конечно, все это не случайно, дорогие мои, и все ваши судьбоносные встречи были запрограммированы еще до вашего рождения. Колода карт вашей жизни тасовалась таким образом, чтобы душа ваша могла впитать в себя самый многообразный опыт, добрать именно то, что не смогла она изучить и познать в своих предыдущих жизнях, чтобы максимально обогатиться, словом, прожить эту жизнь на полную катушку. Для этого вам и даются соответствующие спутники жизни – жены, мужья, дети, внуки, дедушки и бабушки, родители жен и мужей, возлюбленные, друзья, коллеги по работе, то есть те люди, с которыми завязываются у вас самые тесные отношения, кто становится вашим близким окружением. Некоторые такие связи тянутся из ваших прошлых жизней. Это, как правило, самые сильные привязанности, не отработанные до конца кармические узлы. Но есть и много новых людей, с которыми встречаетесь вы впервые, особенно сейчас, когда на Землю пришло столько зрелых древних душ, которым осталось добрать в дуальном мире совсем немного, чтобы, использовав столь уникальный шанс, вознестись вместе с вашей планетой. И вот теперь, в зависимости от того, как отработаете вы программу своей нынешней жизни, зависит ваше будущее. Именно с этой позиции, родные мои, и нужно рассматривать вам каждого близкого вам человека. Вам нужно понять, почему оказался он рядом с вами, что вы должны изменить в себе, от чего избавиться, чему научиться. Благодарите судьбу за все, что с вами сейчас происходит, за все ваши трудности, проблемы, сложности в отношениях, ибо они являются той последней каплей, которая поможет вам выбраться наверх из-под многовекового гнета трехмерности. Конечно, произойдет это лишь в том случае, если сумеете вы понять и принять все происходящее с вами не с жалобой и осуждением, а с безусловной любовью и благодарностью к каждому человеку, с которым-то столкнула вас жизнь, кто преподал вам тот или иной урок, кто раскрыл в вас ваши ошибки, поднял со дна вашей души нерастворившуюся доселе грязь, скопившуюся за многие-многие жизни в дуальном мире. Конечно, родные мои, я не могу дать вам единого рецепта по поводу ваших отношений с близкими людьми. Вы уже достаточно выросли духовно, чтобы почувствовать самим, как вести себя с ними, быть вместе или расстаться, отпустив друг друга без боли и обид. И главными критериями любого вашего решения должны быть любовь и благодарность к этому человеку и понимание того, что появился он в вашей жизни не случайно. Сейчас наступил такой момент, когда самым важным для вас должны стать внутренняя свобода и душевная гармония. И если ваше нынешнее окружение не соответствует этому, значит, сами вы еще недостаточно совершенны, и ваши вибрации не притянули по закону подобия родственные вам души. Значит, есть еще над чем вам работать. Вы спросите меня, А как же родители и дети? Ведь их не выбирают. И я отвечу вам, именно они и являются самой главной лакмусовой бумажкой, которая показывает вам степень вашего духовного роста. Если вы стали по-настоящему совершенны, они непременно подтянутся к вам. Но произойдет это лишь в том случае, если не на словах, а на деле станете вы такими, на кого захочется им быть похожими, кого примут они безоговорочно, и тогда невольно станут меняться сами. Благословляю вас, родные мои, на обретение любви и гармонии в ваших семьях, чтобы душа ваша была спокойна за ваших близких, и чтобы все вы были по-настоящему счастливы. Отец-Абсолют говорил с вами. Субтитры сделал DimaTorzok